Большое спасибо, Антонио. Сейчас мы очень быстро ответим на пять вопросов, а потом перейдем к полной серии вопросов и ответов, где четверо астрономов с факультета, включая меня и Тони, будут отвечать на ваши вопросы. В это же время снаружи будет установлен телескоп. Примерно до 10 часов можно будет задавать вопросы здесь, выходить, посмотреть телескоп. Делайте это в любом порядке. Можно также просто сказать, что за чепуха, и просто пойти прочь. Делайте, что хотите, оставаться не обязательно. Мы здесь будем до 10 часов, так что если хотите, оставайтесь. Но сначала пара вопросов для Тони. Хабблу потребовалась экспозиция около трех недель, чтобы провести наблюдение за скоплением галактик, а Джеймса Вебу — четыре часа. Что если бы Джеймс Веб делал это дольше, например, пару дней, на что бы это повлияло? Или качество картинок уже предельное? С помощью JWST или любого другого большого телескопа можно и не тратить так много времени на наблюдение, потому что у него такое большое зеркало. Можно потратить время для наблюдения за другими объектами. Так что спасибо за интересный вопрос. И правда, время наблюдения может отличаться для изображений похожего качества. Да, можно получить более качественные изображения, если дольше смотреть. Конечно, можно прекратить наблюдения, если вы уже что-то увидели, но можно продолжить смотреть дальше и получить более детальную картинку. Ваш вопрос. Сколько Джеймс Веб протянет в космосе? Сколько он там будет находиться? Мы обещали 10 лет. Конечно, дольше. Хаббл нас в этом плане удивил. Он перешел в так называемый «безопасный режим», но протянул гораздо дольше, чем ожидалось. Его запускали в 1995 году, и прошло уже много лет. Больше 20. Ему проручили срок службы 10-20 лет, и он уже это превзошел. В конце концов, можно искать способы обслуживать и чинить телескопы. Что касается цветов на картинках, вы определяете их на основе тех химических элементов, с которыми имеете дело, или отталкиваясь от красного смещения, на чем вы основываетесь? Отличный вопрос. Позвольте вернуться на этот слайд. Итак, как мы получаем синий или красный цвет, или какой-то еще? Выбор зависит, например, от фильтров. Например, вы можете приобрести фильтры для вашей камеры, скажем, сфокусироваться только на одном элементе, линиях поглощения только водорода или другого элемента. Так что это дело выбора. Можно сделать и так, и так, смотря что вы хотите показать. Вопросы? Итак, как соотносятся размеры галактики Колесо Телеги и нашего Млечного Пути? Я не знаю. Ты в курсе? Понятия не имею. Хотя наш Млечный Путь довольно типичная галактика. Не удивился бы, если их размеры были похожи. Попробуем проверить онлайн. Думаю, к сессии вопросов и ответов у нас должна быть информация. Еще вопрос? Пожалуйста, в микрофон, чтобы люди в интернете нас могли слышать. О чем вам нужно больше всего беспокоиться, когда Джеймс Веб окажется в космосе? Какие там опасности? В него может что-то попасть? Или что-то может пойти не так? Итак, что нас больше всего беспокоит? Да, в него могут попасть мелкие камушки. Кажется, так и случилось пару недель назад. Никаких серьезных повреждений не было. Но, как и отмечали некоторые люди в интернете, это довольно сложно отследить. Сложно понять, правда ли что-то в него попало или нет. Также нам нужно следить за тем, чтобы мы не потеряли над ним контроль. Такое бывает. С одним телескопом это точно случалось. Так что за таким мы следим. Но не думаю, что это такая серьезная проблема. Отвечаю на вопрос о галактике Колесо Телеги. Один из наших экспертов посмотрел, и она примерно на 20% больше Млечного Пути. Она в диаметре примерно 130 тысяч световых лет, а Млечный Путь в диаметре около сотни. Вы про это не рассказали, но почему телескоп именно там, где он находится, а не в той точке, где, например, Хаббл? Отличный вопрос. Он находится в точке, называемой точкой Лагранжа-Л2. В системах двух тел, в данном случае это Солнце и Земля, работают силы гравитации. А в этих точках они стабилизируются. Эта точка очень далеко от Земли, а поскольку мы имеем дело с инструментом, который работает в инфракрасном диапазоне, мы хотим разместить его максимально далеко от Земли. Именно поэтому он в точке Л2, а не так близко, как Хаббл. Поэтому же его не получится починить. Он дальше Луны, гораздо дальше. Очень далеко. Итак, последний вопрос, а потом перейдем к серии вопросов и ответов. Будем принимать вопросы также и онлайн. Вопрос заднего ряда. Вопрос заднего ряда. Итак, в старых телескопах апертура и размер зеркал меньше. В какой степени это было связано с отсутствием материалов, и насколько со сложностями с доставкой телескопа в космос? Сложный вопрос. Если решить уравнение запуска ракеты, а там есть расстояние, начальная скорость, мощность, то при росте массы вам требуется не просто увеличенная мощность. Там все очень быстро взлетает вверх. Так что нужно делать ракету как можно более легкой. С этим была проблема. В прошлом материалы были не так хорошо сделаны. Были тяжелее. Защитные экраны и зеркала делались из-за сплава бериллия. Все это усложняло процесс и утяжеляло аппарат. Поэтому телескопы были меньше. Еще одно ключевое ограничение в том, что они должны уместиться в ракету. James Webb — это первый телескоп, который раскладывается. В сложенном виде он помещается в ракету, а после запуска разворачивается. Такое ограничение было и на более старые модели телескопов. Они должны были помещаться в ракету. Отлично. А теперь, как и обещали, у нас выйдет серия вопросов и ответов с группой экспертов. Оставайтесь и послушайте. Или, если хотите, прогуляйтесь до телескопа. Здесь всего 100 метров до поля, всего 1 минута. Так что, если хотите, прогуляйтесь, а потом возвращайтесь сюда. Вы взрослые люди. Если хотите, можете вставать и выходить по своему желанию. Спасибо, что присоединились все равно. Призываю вас переходить на следующее мероприятие через месяц, а через полторы недели будет астрономия на разлив. Будьте внимательны. Спасибо. 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 Спасибо, кто с нами остался. Спасибо всем, кто с нами в интернете. Ребята, я машу не вам. Я машу веб-камеру. Сейчас мы перейдем к серии вопросов и ответов с экспертами. Экспертами будем сегодняшний спикер Антонио Родригес. Позволю тебе немного рассказать, над чем ты работаешь. В ходе выступления ты в основном говорил про Джеймса Веба. Можешь за минуту рассказать, над чем на самом деле работаешь? Итак, кто из вас смотрел Звездные войны? Помните Звезду Смерти? О, у тебя футболка. Кстати, у Татуина два Солнца, помните? Так вот, наше Солнце скорее аномалия. Половина звезд в звездных системах идут парами. В случае с более массивными звездами, вероятность оказаться в двойной или тройной системе еще выше. Такие системы труднее изучать, сложнее найти по ряду причин. Но тем не менее, я изучаю двойные звезды. Привет, меня зовут Миа Ти. Я аспирантка факультета астрономии. Рада, что ты упомянул чудеса инженерной мысли, которые можно встретить на Джеймсе Вебе. Потому что я изучаю инструментацию. В частности, те инструменты, которые используются для изучения экзопланет. То есть, мы пытаемся получить изображение планет, которые находятся очень близко к своим звездам. Тони показывал картинки, где несколько планет находятся на орбите у звезды. И это не обычный способ изучения экзопланет. Чаще всего информацию получают не таким прямым способом. Напрямую получить изображение крайне сложно. Это примерно как сделать фотографию светлячка, который сидит рядом с маяком с огромного расстояния. Столько света от звезды нужно заблокировать. Так что я занимаюсь железом и помогаю разработать, построить и протестировать астрономические инструменты. Также я рада, что Тони сегодня рассказал про Джеймса Уеба, потому что моя первая стажировка, когда мне было, кажется, 19, проходила именно на Джеймсе Уебе. Так что я могла посмотреть на то, как проходят тестовые развертывания защитного экрана каждый день. Я Энни Янсен. Я постдок в Калтыке и в JPL. Сегодня у нас очень необычный набор экспертов, потому что я тоже работаю с инструментами. Хотя я работаю с детекторами, но не на Джеймсе Уебе, потому что он уже полетел. Я имею дело с более глубоким инфракрасным спектром. Джеймс Уеб может работать с длинными волн до 25 микрон, а дальше вступает в дело мой детектор. Мы идем до длин волн в несколько сотен микрон. Мы занимаемся спектроскопией таких областей, где очень много пыли. Там, где даже Джеймс Уебе было бы сложно справиться. Сейчас я работаю над миссией стратостата, Teragerts Intensity Mapper, и над следующим поколением космических телескопов. Одна из миссий — это телескоп, не увеличенного размера, а, скорее, более холодной. Я Кэмерон Хаммелс, занимаюсь исследованиями по астрономии в Калтеке. В отличие от ребят, которые занимаются инженерной стороной вопроса, я занимаюсь компьютерными симуляциями различных объектов, которые можно найти в космосе. В основном, фокусируюсь на галактиках различного масштаба, скопления галактик, отдельные галактики, группы галактик. Поскольку этим объектам требуется больше времени, чтобы развиваться и меняться, мы не можем их просто пронаблюдать. Это не кратковременное событие, которое изучает Тони, и которые могут случиться за день или за год. Галактикам, как той, что вы видели в презентации Тони, колесо-телеги, требуются миллионы и миллиарды лет на заметные изменения. Мы столько времени за небом не наблюдаем. По крайней мере, с теми инструментами, которые позволяли бы такое заметить. Поэтому мы создаем компьютерные симуляции, чтобы лучше понимать, как галактики себя ведут. Это позволяет делать предсказания на будущее и увидеть, как галактика могла формироваться в прошлом. За счет наблюдения за отдельными объектами, как это делает Джеймс Уэбб, теми, которые формировались в ранней Вселенной, мы понимаем, как эти объекты могли стать нашей галактикой или какой-то другой галактикой или структурой. Наверное, я как теоретик здесь лишний, но ничего, я не против. Итак, ребята, мы готовы принимать вопросы. Несколько отличных вопросов уже пришли в онлайне. Сейчас я посмотрю и задам их. Для тех, кто с нами в аудитории, у вас есть горящие вопросы про космос, которые мы можем принять, связанные с Джеймсом Уэббом или любые другие. Вопрос заднего ряда. Минутку. Спасибо. У меня простой вопрос. Как точно измерить длину волны частицы света? Итак, как можно очень точно измерить длину волны света от объекта, который находится очень далеко и который мы наблюдаем в телескоп? Кто хочет рассказать о калибровке длин волн? Итак, вы наверняка видели эти прекрасные спектрограммы. Мы очень точно знаем спектрограммы некоторых источников. Например, отдельные элементы излучают на конкретных длинах волн. Поэтому мы берем спектрометр и проводим замер на объекте, который нам очень хорошо знаком. А потом проводим измерения на новом объекте. И поскольку спектрограммы известных объектов нам очень хорошо знакомы, мы можем совместить старую спектрограмму с теми длинными волн, которые видим на новом объекте. Также на некоторых инструментах есть фильтры, которые разработаны, чтобы пропускать только определенные длины волн или промежутки волн. Они бывают узкими и широкими. Так мы знаем, что пропустили только определенные длины. На Земле мы проводим тесты с искусственно созданными источниками света, а потом уже работаем с источниками в космосе. Отлично. Теперь я перейду к вопросу из трансляции, а потом переключусь к вам. Эндрю в YouTube-канале спросил, кто дает имена галактикам. Хороший вопрос. Не знаю, что до вас или до вас, ребята, но моя мама постоянно говорила мне, «Ты же астроном. Когда назовешь звезду моим именем?» А я отвечаю, «Мама, так это не работает. Я бы очень хотел, чтобы все было так просто». Вы наверняка видели в результатах наблюдений Джеймса Уэбба или Хаббла, когда написано, «Посмотрите на эту новую свежеоткрытую звезду, HD 107-325b». И вы, что это значит? Чаще всего объекты так называют просто потому, что объектов настолько много, и поэтому они называются по системе. Люди еще называют эти номера телефонными номерами, потому что названия и правда похожи на телефонные номера. Но это система из букв и цифр. В английском не бесконечное число слов, имен и названий. У планет в Солнечной системе, разумеется, другая история. Они все названы в честь римских богов. А спутники названы по другой системе. Например, в случае Юпитера, спутники называются именами любовниц этого бога Юпитера. Спутники Урана, если не ошибаюсь, названы в честь персонажей Шекспира. Правильно? Так и есть, да? Хорошо. То есть, бывает такая система, и она может сработать, потому что у Юпитера всего 60 или 70 спутников. Но когда мы имеем дело с галактиками, приходится быть гораздо более систематичными. Но не всегда. Например, некоторые карликовые галактики недалеко от Млечного Пути называются по имени созвездней, рядом с которыми они находятся. Например, скопление галактик Девы. Или карликовая галактика Валопаса. Или Лев-1 или Лев-2. Бывает, что объекты называются по имени человека, с которым связывают его открытия. Например, есть карликовая галактика под названием Вилман-1, названная именем Бет Вилман, ученые из Токсона в Национальной оптической астрономической обсерватории. Но чаще всего так не бывает. Название назначает консорциум, а у консорциума есть систематический способ назначать название. Простите, долгий ответ, но в этом суть. Также еще одна причина не давать название свободно в том, что это создает путаницу. Если не ошибаюсь, не так давно, чтобы отметить юбилей открытия экзопланет, Международный союз астрономов выдал каждой стране несколько планет, которым можно было дать имена по желанию. Это случилось несколько лет назад. И как я недавно понял, в случае с кометами или телами в Солнечной системе есть такой обычай, по которому тот, кто его открыл, может дать имя объекту. Но это особенная область астрономии, и объектов находят не так много. Чаще всего мне не получается запомнить все эти цифры наизусть, потому что я не ученый. Не понимаю, как это можно запомнить. HR 8799, например, это единственное, что я запомнила, потому что этот объект постоянно наблюдают мои коллеги. Ты говорил, что есть каталог небесных тел, и по крайней мере, одну базу, про которую я знаю, поддерживает JPL. Это база малых небесных тел, и ее можно найти онлайн. Часть из них зарезервирована, чтобы раздать название. Помню, в детстве я участвовала в научном конкурсе, и одним из призов была возможность назвать в честь себя одно из таких малых тел. Когда такие тела обнаруживают, их заносят в каталог. Отмечается, кто и когда его обнаружил, но без названия. И эти объекты могут годами там висеть. Так что можно посмотреть, возможно, есть возможность дать им имя. Не знаю, можно ли купить такую возможность. Верно. Под малыми объектами мы понимаем кометы, астероиды в Солнечной системе, а не звезды или галактики. Не думаю, что звезды и галактики уходили с аукциона по самой высокой ставке. Скорее, право уходило людям, которые сделали какой-то внушительный вклад. Такие объекты называют в честь скорее известных ученых. Да. Добавлю, что некоторые объекты унаследовали названия с древних времен, когда никаких каталогов не было. Например, черная дыра, фотографии которой вы видели в новостях в центре галактики М87. Это был 87-й объект, который занес в каталог Мессия, поэтому там и стоит в названии буква М. М31 — это галактика Андромеда, но М31 ее тоже называют, поэтому имена бывают разные. И просто цифры с буквами могут продержаться, как мы видим, по 150 лет. Верно. И, как уже сказали, у объектов может быть по несколько имен в зависимости от каталога. В каталоге NGC у него такое название, в каталоге Мессия такое, а вообще он известен под именем Андромеда. Это может запутать, поэтому многие придерживаются телефонных номеров, потому что они уникальны. Следующий вопрос. Обещаю, спросим у всех. Привет. Небольшой контекст. Я работаю в JPL, так что мне нравятся космос и звезды. Но многие люди спрашивают меня, а в чем смысл JWST? В чем смысл смотреть на небо? На Земле проблем хватает. Хочется услышать, что вы можете об этом сказать. Вопрос, который я часто слышу от людей. Чем вы можете обосновать то, что вы делаете? Кто не хочет поделиться мнением? Да, смысла нет. Мы просто показываем спектрограммы. Физика. Надеемся, что мы правильно угадали. Но пользы никакой. Все правильно. Не знаю, зачем это нужно. Все, прошу прощения. А то мне отберут микрофон. Кому-то нужно инвестировать в самые фундаментальные открытия физики. Результат заранее предсказать невозможно. Возможно, я прозвучу претенциозно, но квантовая физика сейчас спасает многие жизни. Используются облучение и сканирование. А сто лет назад, и я не шучу, все думали, что квантовая механика ошибается. Она подтвердилась, когда мы начали изучать спектрограммы звезд и смогли увидеть, что физика, описанная там, подтверждается. Физика, которая правит жизнью на Земле, та же, что и правит Вселенной. Еще одна аналогия в том, что это похоже на изучение другой страны, изучение законов другой страны. Законы физики, которые правят космосом, могут оказаться иными. Когда с помощью Кеплера открыли, что гравитация работает в космосе, так же, как и на Земле, это было серьезным шагом. А в те годы об этом еще ходили споры. Еще достаточно много возможностей для новых открытий. Мы заранее не знаем, как они повлияют на нас на Земле. Но, скорее всего, это будет серьезное влияние, потому что квантовая механика принесла огромную пользу за сто лет. Возможно, через сто лет мы будем использовать какую-то магнитную энергию, которая есть на белых карликах или нейтронных звездах, которыми я занимаюсь, для новых открытий в медицине или для еще чего-то на Земле. Так что выгоды долгосрочные, а затраты на мою зарплату совсем небольшие, так что... Думаю, так же есть и значения с точки зрения технологий. Астрофизика движет новыми технологиями. Если спросить астронома, что он хочет, то он ответит, что бесконечно большой телескоп с бесконечным разрешением по спектру, с бесконечным числом бесконечно чувствительных детекторов, которые могут засечь самую отдаленную звезду за секунду. И прямо сейчас. И тот факт, что они хотят лучшее из наилучшего и хотят это сейчас, а не через 10 лет. За счет этого оказывается сильное давление на инженеров, которые создают новые технологии, которые потом оказываются у вас в смартфонах или где-то еще. Астрономия — это очень мощный драйвер. Но мы не всегда видим, какое влияние это в будущем окажет на человечество. Один из директоров по технологиям в НАСА как-то провел расчет возвратов на инвестиции в разработки в НАСА с учетом тех технологических преимуществ, которые были получены. И результаты превосходили все другие области, в которые вкладывало государство. Возврат на инвестиции был невероятным. Единственный технологический драйвер, который по воздействию можно сравнить с астрофизикой, это оборонный комплекс. Но хотим ли мы тратить там много денег? Соглашусь с тем, что сказали мои коллеги. И хочу подчеркнуть, что очень трудно знать заранее, в каком направлении та работа, которую мы делаем, окажется полезной, например, через 100 лет. Я об этом уже говорил на других мероприятиях. Но, например, если 150 лет назад вы собрали бы всех миллионеров, или скорее тогда они были тысяченерами, денег было меньше. Не суть. Если бы вы собрали всех магнатов и попросили вложиться в новую технологию, которая изменит мир, то они выбрали бы паровой двигатель. Прикладная физика того времени была такой. В действительности, 20 век был радикально изменен электричеством, магнетизмом и оптикой. А этим всем занимался Джеймс Максвелл, про которого думали, что он умный парень, но слегка чудаковатый. Развлекается с призмами, контурами, магнитами. Это все было похоже на игрушки, а он выстроил цельную теорию электромагнетизма. За счет этого у нас сейчас есть интернет, транзисторы, компьютеры. Представьте мир, в котором все вложения ушли в паровые двигатели. Мы бы оказались в стимпанк мире, как на картинках в журнале. Скорее всего, это очень круто, но, скорее всего, таких же возможностей для движения вперед, как в нашем мире, там нет. Поэтому я считаю, что важно заниматься и чистыми исследованиями, не только астрофизикой, а широким спектром фундаментальных вещей. Часть людей химии, часть оптикой, часть биологии, причем темами, которые могут показаться смешными, если не углубляться. Но именно такие интересные идеи могут в конце концов совершить революцию в нашем мире. Это короткий ответ, чтобы обосновать, почему я делаю то, что я делаю. Пусть даже кажется, что это глупо предсказывать траектории такого числа небесных тел на таком масштабе, с которым мы еще много поколений после меня не успеем ознакомиться лично. Еще вопросы? Вижу в первом ряду. Вы убедили меня, что астрономия нужна. Интересно, как считают эксперты, что является главным ограничивающим фактором для наших астрономических открытий? Не хватает астрономов? Не хватает времени на телескопах? Нужны более крупные телескопы? В чем проблема? Прекрасный вопрос. Кто хочет заняться? Инструментальщик. Деньги. Это правда так. Деньги — это проблема. Каждые 10 лет астрономическое сообщество в Штатах и такое же сообщество в Европе собирается и решает, чем заняться в ближайшие 10 лет. 10 лет назад такое сообщество решило, что хочет построить Джеймс Веб. А в этот раз космических телескопов кстати, никто не предлагал. Точнее, предлагают, но небольшие. А причина проста. За 10 лет многое подорожало, а бюджет НАСА вырос не сильно. Так что принято решение построить следующий Джеймс Веб не через 10, а через 20 лет. Согласна. Каждые 10 лет выходит декадный обзор, который не определяет направление, а скорее дает рекомендации, на что правительству лучше потратить деньги, в каком направлении астрономам вкладывать усилия. Это еще и способ диалога в сообществе. И еще хочу добавить про то, почему мы занимаемся тем, чем занимаемся, и почему прогресс такой медленный. трудно убедить людей, что в это стоит вкладываться. Ответ на ваш вопрос — это предыдущий вопрос. Люди зачастую не понимают, в чем ценность, и не придут в пятницу вечером, чтобы поинтересоваться, как вы. мне тоже часто задают этот вопрос. Почему в эту область стоит вкладывать деньги? Но для меня вопрос не стоит. Я большой фанат Стартрека. Я хочу, чтобы это все сбылось. Но согласна, что это серьезная проблема. Я немного позаигрываю с аудиторией и скажу, что если попрошу у вас денег, то, скорее всего, вы мне их не дадите. Но что я могу у вас попросить, так это людей. Нам нужно больше людей, которым интересна астрономия. Молодых людей. Таких, которым интересна карьера. Не бойтесь. Когда я был молодым, то просто решил, что попробую. Вас может удивить, какими путями люди оказываются в науке, откуда они приходят. У нас всех очень разные биографии. Так что не бойтесь. Нам нужно больше людей, которые приходят в астрономию. Это очень хорошо. Мне нравится этот ответ. Я росла в Нью-Йорке, и у нас были пятничные ночи астрономии, наблюдения за звездами, примерно как здесь. И я бы никогда не подумала, что стану этим заниматься. Я была в школе и думала, что буду заниматься чем-то модным и классным, но так и оказалось, я занимаюсь чем-то модным и классным. Я пробовала разные предметы, и я понял, что Джеймс Вебб оказался телескопом, про который я слышала в начальной школе. Это была какая-то огромная штука. Казалось, что непонятно, когда ее построят. У меня первая практика в колледже, и я спрашиваю, ребят, слышала, вы работаете над Джеймсом Веббом, есть ли вероятность, что я присоединюсь? И оказалось, что там нужны люди. Мой энтузиазм привел меня на такие проекты и должности, про которые я бы подумала, что не справлюсь. Но я смогла. И нам нужно больше людей и больше заинтересованных людей. Классно. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.